Как кто там? Посмотри, посмотри вон туда. Да, красивая там девочка. Еще какая. Себя любит смотреть до безумия. Доброго времени суток всем, наши дорогие подписчики, зрители, просто гости. Здравствуйте. 2 октября и наступило время поздравить всех с днем рождения, кто родился в этот прекрасный день. И как обычно по традиции, пожелаю вам счастья, здоровья, любви, богатства. Да, да, именно это и буду желать. Не буду останавливаться, потому что это все и есть непосредственно благо нашей жизни, к которому мы все стремимся. И было бы обидно одним желать, а другим нет. Иди поздравим, иди сюда. Давай, давай, где ты там? Иди. Смотри у меня кто есть, смотри. Кто там? А ну посмотри. Посмотри, кто там. Да, да, моя девочка. Кто там? На. Хочешь, сама держи. Да, именно это и мы желаем. Мы желаем вам, чтобы вы были здоровы, богаты, чтобы у вас все было, все, что вы захотите. И чтобы вы были счастливы. Да, это в нынешней нашей жизни дает нам чувство, ощущение безопасности в первую очередь. Поэтому все это, чтобы у вас наступило прямо с сегодняшнего дня. Это знаете, как в сказке, чтобы не получилось. Я хочу, чтобы у меня это все было, да, как в анекдоте. Раз, бац, все отняли, говорит. Ну, у тебя это же все было. Нет, чтобы у вас наступило прямо сейчас и это у вас оставалось до конца ваших дней. Также именинники, примите, пожалуйста, поздравления. И желаю вам всего самого наилучшего. Также желаю, чтобы у вас, в вашей жизни, перед вами был зеленый свет. У кого сегодня именины в этом дне. Никусь, иди ко мне, иди, моя девочка, иди. А то я вот сейчас вот эту девочку, которая там есть, я ее целовать буду. Смотри. Вот эту девочку буду любить. Да, сильно. И еще как. Ревнуешь, да? Обещанно ревнует, вы знаете это? Где девочка? Вот тут вот, смотри. Вот сейчас будет девочка. Где она? Смотри. Вот девочка, посмотри, какая хорошая. Ну, в общем, пока я ее отвлекаю, пока пытаюсь вам ее показать, буду говорить дальше. Пока она вот тут сама себя смотрит, ей нравится это. Да, потому что мы любим себя смотреть. Что сегодня? Сегодня, представьте, сегодня, оказывается, вчера был день открытки простой, а сегодня день электронной почты. И я даже не знал, а оказывается, ей уже исполнилось очень много лет, целых 52 года электронной почты. Я думал, только вчера создали имейл, и он начал работать. Оказывается, нет. В 71 году было отправлено первое электронное письмо. Это так, если кому-то интересно, как мы движемся, с какой скоростью и куда движемся. Иди сюда. Ну, иди, смотри, я ее сейчас буду целовать. Все, все. Где моя девочка? Ой, какая красивая. Все, я вот эту девочку буду любить. Вот тебе, Бозьма, какая она хорошая, а тут, а здесь, какая она непонятная. Понятная. Да? Ну, ничего, я все равно ее любить буду. А тебя? Да. А еще сегодня, уважаемые медики, поздравляем вас со Всемирным Днем Медиков. Желаем вам здоровья, самое главное. И желаю вам, чтобы все ваши операции, все ваши диагнозы, которые бы вы ни ставили, они были стопроцентные. Желаю вам, чтобы каждый, каждый из вас ту профессию, которую я выбрал в медицине, чтобы справлялись на отлично со своей поставленной задачей и всегда помогали людям. Всегда, абсолютно всегда. И у меня к вам единственная только просьба. Пишите, пожалуйста, поразборчивее. Вы да понимаете друг друга. Нам иногда приходится, я не знаю, обращаться к специалистам по переводу с медицинского языка на русский, ну или на другие языки. Поэтому, пожалуйста, если можно. Если кто меня сейчас из медиков слышит, поздравляю, во-первых, вас с профессиональным вашим праздником. И прошу просто немножечко изменить вашу каллиграфию в написании тех же самых рецептов или диагнозов. И да, и пожалуйста, у меня к вам огромная просьба еще. Знаете, как я понимаю прекрасно ваш труд, который вы делаете. Я понимаю все, как до этого дошли. Недавно смотрел фильм, называется «Помощник, ученик Авиценны», тоже про медицину. Копался немного, как это все начиналось, как это с трудом давалось, до каких высот вы дошли. А особенно за последние сто лет, до каких вершин, просто вы доскакали, можно сказать, медицина. Но все равно остается в нашей жизни то, что, я не хочу сказать, что все, но многие просто выбирают эту профессию только лишь из-за того, что можно хорошо заработать, не по призванию. И поэтому бывает очень много медицинских ошибок при прописании того же самого диагноза, при назначении тех же самых лекарств. А есть еще некоторые нечистые на руку люди, которые для того, чтобы пропихнуть тот или иной препарат, за который получают процент, просто пропихивают то, что вообще вредно для человека. И этому есть уже много, просто много есть прецедентов. Поэтому у меня к вам огромнейшая просьба, делайте свою работу, как полагается, прошу. Вот сейчас представьте, не дай бог, не дай бог, и пусть Селена сейчас не услышит вообще моих слов относительно этой девочки, но гипотетически правим, чтобы вот у этой милашки возникла какая-то проблема со здоровьем. И мы обратились к медикам, и медики выписали неправильный курс лечения или еще что-то. И она будет страдать, она будет мучиться. Поэтому, как вы отнесетесь к тому, когда ваша любимица будет лежать и просто ухать и плакать. Это же будет... Ой! Ну, хотя бы так. Не вот так прыгать веселиться, а когда она будет страдать. Я думаю, у каждого из вас сейчас может где-то ёкать, особенно у медиков, да, в душе, в отношении того, что как наша вот эта малышка, она не будет выполнять вот такие там пируэты, сальто какие-то, прыжки, а будет лежать просто и мучиться. И подушку-то она не будет к тому же говорить, оставь подушку в покое. И в прятки не будет играть. Поэтому от вас зависит жизнь человека. От вас зависит жизнь... То, чтобы работу, которую вы делаете, выполняйте, пожалуйста. Выполняйте. Выполняйте добросовестно. Не забывайте, что вы давали клятву вот того человека, который её написал, да который обещал помогать людям из последних сил, там, я не знаю, из первых сил каких, но он обещал делать людей здоровыми. И в условиях тому, куда сегодня продвинулась медицина, исследования и всё прочее, в ваших руках просто жизни людей. Не забывайте об этом, пожалуйста. И ещё одна маленькая просьба, да, хватит этих вирусов нам уже. Не надо их создавать. Как раз девочка ушла, я лучше об этом не знать. Потому что многие вирусы, которые сегодня гуляют по планете, они искусственные. Планета, я думаю, при нашем вот таком хамском отношении к природе, с таким неуважением к Вселенной, мы сами себя погубим через какое-то время. Однозначно это будет так, если мы не передумаем. И здесь не надо помогать планете разными, разными, разными непонятными, теми же самыми вакцинами, разными там вирусами. Потому что как бывает, создадут какую-нибудь сначала вакцину, а потом придумают вирус. Или наоборот. По-разному происходит. Поэтому, уважаемые медики, пожалуйста, дай Бог вам здоровья. Мы на вас надеемся. Многие бабушки, дедушки молятся на вас. Отнеситесь, пожалуйста, к работе с полной ответственностью. И измените почерк. Пожалуйста. А если задумаетесь сегодня по чуть-чуть там медицинского спирта за свой праздник, то совсем чуть-чуть. А может быть, его лучше не надо. Потому что сегодня всемирный день без алкоголя. Ну не повезло вам. Не повезло вам в этом. Так что сегодня всемирный день без алкоголя. И всем-всем-всем, ребят, кто даже сегодня намеревался просто взять, выпить рюмочку там за тех же самых медиков или еще за какие-нибудь праздники, воздержитесь. Воздержитесь, и это пойдет вам на пользу. Потому что нет ничего опаснее и худше наркотика, чем алкоголь. Алкоголь это наркотик. Поверьте мне, пожалуйста. И человек, присевший на алкоголь, он больше от этого не может, не может, не может от этого отстать. Поэтому давайте проведем этот день без алкоголя. Ты сегодня не пила. Как ты себя ведешь? Ты можешь мне сказать? Иди ко мне, иди. Девочка, иди. Иди, моя куколка. Да, 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 да. Иди. И если меня сейчас слушают и видят, особенно взрослеющее поколение, подростки. Ребят, в этом нет ничего у них хорошего. Нет ничего хорошего в алкоголе. Начинается все с бутылочки пива или с друзьями. А что тебе слабо или еще что-то? Избегайте этого. Лучше сказать, да, слабо. Да, я не буду пить пиво. Да, я не буду пить вино. Да, я вообще не прикоснусь к той же самой водке. Сказать, да, я ссыкун. Это сохранит вам жизнь. Поверьте мне, пожалуйста. Потому что, если вы посмотрите статистику, большинство преступлений, большинство покалеченных людей, это происходит на фоне алкогольного опьянения. Вы, может быть, час не задумываетесь, но поверьте человеку, который был когда-то в вашем возрасте. Особенно молодежь. Ничего к хорошему это не приводит. Я вам серьезно говорю. И я готов поклясться своими шрамами на лице, что часть из них именно по этому поводу и возникла. Поэтому, я думаю, если бы не было столько много шрамов, я, может быть, намного красивее был. И вот эта вот маленькая девочка сейчас просто сидела бы со мной и так. Иди поцелуемся хотя бы. И не боялась бы меня, не убегала от меня. Иди поцелуемся. Иди, моя девочка. Тебе не нравится, тебе не нравится, что я шрамы имею, да? Ну, в общем, как-то так. Поэтому, молодежь, пожалуйста, да, и не только молодежь. Ребята, у кого, просто знаете, есть выбор, взять стакан в руки или не брать стакан в руки, отложите его. Лучше не берите. Лучше попейте чайку, попейте кофе, да? Потому что все это, знаете как, это кто-то делает на этом хорошие деньги, на этом алкоголе. А вами они пользуются. И я вам больше скажу, кто делает деньги на этом алкоголе, он сам не употребляет никогда свою продукцию. Никогда. Просто качают деньги. И помимо этого человек начинает страдать. Поэтому давайте проведем сегодня этот день без алкоголя. А пока, пока, наверное, все, только осталось. Я уже пожелала хорошего дня, хорошего настроения. Но я так пока не умею прыгать за ней. Но, кстати, тренируюсь, тренируюсь. И у меня пока получается подпрыгивать вот, вот, ну вот, как подушка на таком уровне. Вот. А больше не. Иди, красавица моя, моя девочка, моя лапусечка, моя куколка. Пока, пока. И до завтра в этой же рубрике, в рубрике поздравлений. Всех еще, кто родился 2 октября, еще раз с днем рождения. А если вам удалось еще и медиком стать, у вас двойной праздник. А пока, пока. Всем до завтра. Пока, пока. Иди все, поздоровай. Пока, пока. Скажем и все. Давай, давай, давай. Иди, моя девочка. Иди, иди, иди. Иди, иди. Прибежала же. Прибежала же, послушалась. Иди, моя куколка. Все, говори пока и поехали. Пойдем? Скажи пока и пойдем. Давай, пока, скажи. А? А? Какой-то у тебя интересный язык. Все, а, да, а. Почти что как медики пишут. Это так, я просто сказал. Всем хорошего настроения. Пока, пока.